Так выглядит гуманитарная катастрофа. Российские военные превратили временно оккупированный Мариуполь в город стихийных рынков. Об этом Мариупольский городской совет заявил в соцсетях. Люди, доведенные до отчаяния, пытаются продать все, что у них осталось после российских обстрелов. Из-под завалов своих домов, детские группы, нет работы, коммуникаций и отсутствует гуманитарная помощь. Из Мариуполя опубликовали видеофильтрации. Это сплошное унижение. На кадрах вооруженные мужчины бестремонно осматривают местных жителей. Еще одно впечатляющее видео. Российские захватчики в оккупированном городе приступили к экскумации массового захоронения в районе кладбища Некрополь. И кроме того, по данным представителей Украины, мариупольцев заставляют еще и разбирать завалы просто за кашу и за воду. Об этом все. Давайте поговорим дальше. С нами на прямой связи Сергей Орлов, заместитель мэра Мариуполя. Сергей, здравствуйте. Добрый день. Давайте начнем с последнего видео, которое появилось накануне. Это видео с экскумацией массового захоронения в районе кладбища Некрополь. Я попрошу режиссеров показать это видео. Это просто ужасающие кадры. Я понимаю, что сложно подсчитать, не контролируя ситуацию в городе. Но все же о каком количестве погибших в Мариуполе может идти речь? Мы неоднократно задавались этим вопросом. Вы абсолютно правы, что не сможем до деоккупации полностью сказать о количестве погибших. Оценка очень разнится. То есть, по нашим оценкам, от 20 до 40 тысяч жителей могло погибнуть от обстрелов рашистских войск, от бомбардировок, от тех завалов и разрушений, которые произошли. Мы более склоняемся к цифре 24-26 тысяч погибших. Но, опять же, повторюсь, это очень приблизительная цифра. Сергей, скажите, а сколько людей осталось в городе жить сейчас? Наша оценка на текущий момент порядка 150-170 тысяч. Тут нужно понимать, что определенное количество мариупольцев, они временно проживают на оккупированных поселках и территориях, которые расположены вокруг Мариуполя. То есть, это как прибрежные поселки Белосарайска, Коса Мелекина, Бердянск, в ту сторону Безыменная, Токимангуш. То есть, я думаю, суммарно эта цифра 170-190 тысяч, возможно, до 200 тысяч. В условиях невыносимой жизни в городе многие жители переехали в прибрежные поселки. Там, по крайней мере, есть вода, есть электроэнергия. И, я думаю, такую же или подобную миграцию мы с вами будем наблюдать ближе к осени, потому что оккупанты не способны восстановить газоснабжение и отопление. Жители вынуждены будут находить частные дома или какие-то окружающие поселки, где возможно согреть себя, согреть семью, используя дрова, уголь. Уверен, что оккупант не способен восстановить теплоснабжение в городе полноценное. То есть, гуманитарная ситуация в городе ужасающая? Да, и она не становится лучше. То есть, мы видим те минимальные потуги, которые делает оккупант с точки зрения электроэнергии и водоснабжения. Но, опять же, это покрывает максимум десятую часть города. То есть, это окружающие микрорайоны, поселки, либо откуда можно дотянуть электроснабжение из близлежащих сел. То есть, тут уровень разрушения, что варварские российские войска нанесли во время атаки. Вы помните, что были уничтожены все трансформаторные подстанции, все высоковольтные линии, насосные. Не позволяет запустить в насосном режиме водоснабжение, запустить систему канализации и полноценное электроснабжение. То есть, это очень небольшие объемы от того, что нужно Мариуполю. И оккупант уже признает, мы это видим, что до отопительного сезона восстановить газоснабжение и теплоснабжение многоквартирных домов невозможно. Но как же тогда Мариуполь переживет зиму? Наша рекомендация неизменная. То есть, мы рекомендуем жителям пользоваться любыми возможностями, чтобы выехать на подконтрольную украинскую территорию. В индивидуальном порядке работаем по всем обращениям, помогаем жителям выбраться на подконтрольную территорию. Не массово, но такие ситуации возможны. Поэтому такую помощь оказываем. Рекомендация остается прежней. Выезжать на подконтрольную территорию. Здесь Мариупольцам рады, здесь их встретят. Окажут гуманитарную помощь, материальную помощь с расселением и помощь с трудоустройством. К сожалению, это лучший выход на текущий момент для мариупольцев до момента деоккупации и возврата украинской власти в украинский временно оккупированный Мариуполь. Сергей, вот так же недавно было опубликовано видео, сейчас попрошу режиссеров показать его, видео того, как проводилась фильтрация в Мариуполе. Там унижение, нарушение всех возможных человеческих прав. Скажите, а есть информация о том, где сейчас и что произошло с людьми, которые вот эту фильтрацию, так называемую, не прошли? Ну, то, что мы видим в видео, то, что стало достоянием общественности, мы же понимаем, что это вершина айсберга. То есть, на самом деле, самые негуманные методы на уровне психологического воздействия и пыток это происходили в так называемых фильтрационных центрах, фильтрационных лагерях. И, ну, есть такая информация, что до 10 тысяч, ну, точно несколько тысяч мариупольцев не прошли эту фильтрацию. Часть из них находятся в этих фильтрационных лагерях, часть попали в места лишения свободы, те, которые оккупантами по каким-то причинам были признаны неблагонадежными или имеющими отношение к сбройным силам, к национальной полиции в прошлом, даже пенсионеров таких служб. Поэтому, к сожалению, ситуация выглядит гораздо хуже, чем на этом видео. Скажите, пожалуйста, раньше была информация о том, что надо получать справки от властей, от оккупационных властей для продвижения по городу. Сейчас отменили эти справки? Как вообще люди могут двигаться внутри самого Мариуполя? Ну, периодами ужесточается, либо временно ослабляется, в зависимости от ситуации, указаний, наверное, которые внутри оккупационной власти, либо от каких-то активных действий украинской стороны. То есть временами возникают действительно какие-то пропускные пункты внутри города, контрольные и достаточно большое количество мобильных патрулей, которые проверяют справки о регистрации. Права мариупольцев, которые не имеют справки о фильтрации либо о какой-то там регистрации, учете в оккупационных властей, они там существенно ограничены. То есть практически, когда ты соприкасаешься с любой сферой жизнедеятельности, медицины, коммунальной, каких-то пенсионных элементов выплат, которые оккупант обязан, согласно конвенции, осуществлять, требуются эти справки. Поэтому для их прохождения наши жители вынуждены направляться в эти фильтрационные лагеря и проходить эту фильтрацию. Как она проходит и какие могут быть результаты, мы с вами уже обсудили. Сергей, как вы считаете, а какие вообще у России планы на Мариуполь? Вы говорили о том, что они не справляются с тем, чтобы возобновить город, его жизнь, работу. Что дальше Россия планирует делать с этим городом? Я думаю, мы должны в нескольких направлениях рассматривать. Первая, естественно, пропагандистская история. И вторая, та реальная, которую будет способен делать, по нашим оценкам, оккупант во временно оккупированном Мариуполе. С пропагандистской точки зрения мы понимаем, что машина это работает, то есть работают вот эти пропагандистские передвижные комплексы, промывают мозги нашим мариупольцам, работают корреспонденты, они, естественно, снимают в каких-то лучших ракурсах, в наименее разрушенных частях города, потому что, если смотреть не видео реально, без цензуры, как оно выглядит, то Мариуполь выглядит ужасно. Это город-призрак, город разрушенных зданий, неухоженный, неопрятный. И, к сожалению, так оно и будет до деоккупации, которую мы верим и ожидаем в ближайшем будущем. С точки зрения действий, которые происходят, под личиной этой пропаганды, ну, первое, что мы видим, идет массовое воровство в Мариупольском морском торговом порту. Было заявление, и группы Метинвест, заявление сотрудников порта о большом количестве металлопродукции, более 200 миллионов долларов, которое находилось для отгрузки покупателям. Мы видим, что идет воровство, там, шестое или восьмое судно уже отправлено. То есть речь идет не только о том, что Россия ворует зерно, она еще ворует, ну, в принципе, все, что может своровать. Сергей, спасибо вам большое, что были с нами. Это был Сергей Орлов, заместитель мэра Мариуполя, который рассказал о ситуации в городе.